Участие с перерыва. Поскольку я уже продолжаю традицию с этого угла стола, то здесь сосредоточена, вернее, находится воздушная часть нашего факультета, метеорологическая часть, кафедра метеорологии. У нас немного и среды, которые могли бы здесь быть все представлены, а именно атмосфера, гидросфера, то есть гидрология и океанология, но, к сожалению, не полностью представлены. И давайте, как бы, немножко погрустим на тем, что у нас никого нет из океанологов. Да. Это грустно, да? А океанологи всегда были, так сказать, предметом нашего обожания, недоступной весом. Тем не менее, метеорологи, которые пришли на кафедру, ну, некоторые случайно, а некоторые по убеждению, они все-таки отличаются, с моей точки зрения. Ну, не обижайтесь за приземленность геоморфологов, за приземленность или такую рациональность экономистов. В общем, мы, экологи, которые занимаются восточной территорией, хотим, и я хочу от их лица пожелать всем, чтобы мы жили в экологической среде, чтобы экология наша была не нарушена. И экология — это когда все гармонично. Гармоничные и отношения, гармоничные и взаимодействия с природой, и гармоничные наши мысли и наши желания. Поэтому присоединяюсь вот искренне-искренне к тому, что сказала, по-моему, Марина о том... А, нет, это сказала Зина, это сказала Зина о том, что надо стараться, надо мотивировать в себе позитивные отношения для того, к жизни, к среде, к людям, к работе, ко всему, для того, чтобы настраиваться и все-таки получить вот этот вот редкий, но не редкий шанс, конечно, но он дается немногим. И мы, к сожалению, по своим друзьям, близким знаем, что оставшиеся — это уже искренне. Это уже часть людей, которые, ну, Богом, судьбой, они вот живут в это время, в свои годы. И это счастье, вот это вот наслаждение, это счастье надо понимать. Я заканчиваю свой утонный рассказ, потому что так много всего важного и умного было сказано. Поэтому я за воздушную среду, за гармонию со всякими другими средами, за то, чтобы мы все жили, были здоровыми и жили долго-долго и встречались. Все чаще и замечались. Закрички. Спасибо.